Здорово, Ютубецкий! Сегодня я расскажу о самой главной ошибке, которую ты допускаешь при частотном разложении. Поехали! Проверяя работу учеников с Патреона, я регулярно натыкаюсь на одну и ту же ошибку, которую вы допускаете, ребят, при частотном разложении. И эта ошибка приводит к ужасному эффекту пластиковой кожи. Поэтому я решил, что эта тема важна для всех и записал коротенький ролик. Что такое частотное разложение, я надеюсь, вы уже знаете. Мы берем изначальное растровое изображение и начинаем его раскладывать на две составляющие – высокие и низкие частоты. Это нужно для того, чтобы произвести качественную ретушь. Вместо того, чтобы работать напрямую на изображение, мы делим свою работу на две составляющие. Так легче. Но без опыта, без понимания этой темы многие допускают ошибку, которая приводит к ужасным замыленным результатам. Важно понимать, какие именно детали у нас должны оставаться в высоких частотах, а какие детали в низких частотах. В высоких частотах мы сохраняем с вами всю текстуру, микропоры, ресницы, волосы и так далее. А в низких частотах у нас должен быть глобальный светотеневой рисунок. Наша с вами задача – научиться находить правильную границу сепарирования изображения в частоты. Грубо говоря, нужно понимать, под какими радиусами использовать фильтры частотного разложения. И здесь обязательно нужно оговорить следующее. Первое. Точных радиусов не существует. Они плавают в зависимости от крупности вашего портрета, от общего разрешения изображения. Ну и, разумеется, от конкретной задачи. Что именно вы будете ретушировать? Одно дело, вы будете ретушировать тело в полноросном портрете, а другое дело, вы будете ретушировать веснушечное лицо. Давайте с вами посмотрим на пример и определим, какие именно детали у нас должны уходить в высокие частоты, а какие должны уходить в низкие. Когда мы с вами раскладываем на частоты, мы работаем в верхних частотах с помощью штампа, а в низких частотах мы работаем с вами уже размазывающими инструментами типа Mixer Brush Tool. И когда мы с вами работаем Mixer Brush Tool, мы должны понимать, на какие участки мы можем воздействовать, а на какие нет. Когда я буду использовать Mixer Brush Tool, я буду воздействовать преимущественно на лоб, на щеки, на скулы, на нижнюю часть скул, то есть на только те участки, которые в себе имеют плавный свет-теневой рисунок. Я не буду Mixer Brush Tool размазывать модели глаза. Я не буду мазюкать ей губы, я не буду мазюкать ей носогубный треугольник. Это нужно делать аккуратно на внешние плавные свет-теневые переходы. Приблизительно понимая механику частотного разложения, давайте применим этот экшен. Для начала нам нужно определить, под каким радиусом мы с вами будем размывать картинку, делать Gaussian Blur на слой низких частот. Сейчас я выбрал радиус в 16 пикселей. Для многих эти значения могут показаться заоблачными, но смотря на фотографию, я прекрасно различаю свето-теневой рисунок. У нее на лбу какие-то микропятна, физиологические микропятна, которые не являются минусом в теле, они нам нужны для того, чтобы не получить пластиковую куклу. И мы не имеем права их оставлять в низких частотах. Если я под таким радиусом размою картинку низкие частоты, в верхние частоты, понятное дело, у нас будет уходить много всяких деталей, маленьких пор, ресниц, это все у нас здесь остается. И мы можем подумать, что здесь все хорошо, и картинка нас будет полностью устраивать. Но на самом деле нет. Дело в том, что когда мы выбирали радиус в 16 пикселей, в низкие частоты мы с вами засунули необходимую нам микротекстуру. Контраст бывает трех видов. Макро, средний и микроконтраст. Микроконтраст — это поры, это волосы. Средний контраст — это какие-то средние участки. Это тень под бровями, это тень под глазами, это какие-то пятна. Опять же, вот эти красно-желтые на лице, которые должны быть для того, чтобы портрет был естественный. И, соответственно, макроконтраст. Макроконтраст — это общий свет-теневой рисунок. Слева у нас на лице тень, в центре на лбу у нас светлое пятно. И эти контрасты должны быть правильно распределены. Мой вам совет, ребят, средние контрасты всегда уводите в высокие частоты. Тогда вы их не размоете с помощью микшер-браш-тула в низких частотах и сохраните реализм вашего портрета. У вас не будет замыленного лица, как на пластиковой кукле. Соответственно, сейчас у нас выбран неправильный радиус, поэтому я удаляю все эти слои и применяю экшен частотного разложения заново. Давайте будем увеличивать радиус пикселей до того значения, пока не получу более или менее потерю средних контрастов на лице модели. Но давайте выберем, к примеру, 25 пикселей. Я все равно различаю их на лбу, остаются какие-то пятна, но они мне все-таки будут немножечко нужны, поэтому еще увеличу радиус. 30 пикселей. Вот 30 пикселей уже то, что нужно, поэтому давайте работать с ним. При таком радиусе у нас в верхние частоты переносятся все микроконтрасты, все трещины, поры, морщины, веснушки и так далее. Здесь мы уже обычным штампом все это дело аккуратненько прорабатываем. А далее переходим в низкие частоты и в низких частотах с помощью микшера-браш-тула уже более безопасно восстанавливаем свет-теневой рисунок. Готово. Если мы посмотрим на до, после, до, после, мы увидим то, что реализм, вся мелкая пигментация на лице, она сохраняется. Ваш портрет не становится пластиковым, но при этом свет-теневой рисунок выравнивается. Давайте рассмотрим еще один портрет. Я специально его сжал до 4000 точек по длинной стороне, чтобы, ну вот, угадать правильный радиус размытия частотного разложения. Что у нас должно уйти в высокие частоты и сохраниться, а что у нас должно уйти в низкие частоты и размазаться. Но помимо самой текстуры лица у нас присутствуют интересные световые полосы. Я не могу позволить себе их убрать в низкие частоты. Если я, к примеру, выберу радиус даже в 5 пикселей, вы прекрасно видите то, что в низких частотах присутствуют эти линии. А это значит, что работая в низких частотах, с помощью микшер-браштула вы их размажете и потеряете этот цвет-теневой рисунок, и ваше лицо станет пластиковым. А точнее, вот этот цвет на лице, который состоит из полосочек, он просто размоется. Это опять будет нереалистично. Поэтому мы должны выбирать больший радиус пикселей. Давайте выберем 7%. Полосочки уже начинают скрываться, но все же я их еще вижу, поэтому я выберу еще больший радиус. К примеру, 9. На 9 пикселях в этом изображении полосочки уже исчезают, и я могу более смело работать с частотным разложением. В слое высокие частоты все наши полосочки сохранятся, а дальше мы уже можем спокойно переходить к работе с низкими частотами, и более, опять же, спокойно, не запариваясь, можем возюкать вертикально, горизонтально, как угодно, инструментом микшер-браштул в низких частотах. До, после, до, после. Делается это в два счета. Не косячите, пожалуйста, с выбором радиуса в частотном разложении, потому что от этого зависит реалистичность получаемого вами портрета. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, если еще не подписан. Кстати говоря, если тебе какая-то тема интересна, напиши в комментарии, я возьму это на рассмотрение. И постепенно-постепенно буду записывать видосы, которые интересны вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Диана